Как показала статистика февраля, среднее число поездок по социальной транспортной карте в Самаре составило 33. И только 5% льготников превысили установленный лимит в 50 поездок. В основном это инвалиды, которые каждый день с пересадкой добираются до места работы, до реабилитационного центра и коррекционной школы. Но и их интересы тоже должны быть учтены. Февраль – короткий месяц и много выходных, а весной, когда откроются еще и дачные маршруты, ездить станут больше. О том, чтобы вернуть безразмерную карту, речь не идет. Лимит поездок – это общероссийский тренд, и к этому идут все регионы. Но при этом необходимо адресно помочь льготникам, которым объективно приходится ездить больше 50 раз в месяц. Здесь можно еще рассмотреть вопрос правильно, как он данный подход. Мы готовы представить даже таких людей, перечень таких, список таких людей, которым действительно удается увеличение лимитов поездок. Это лишь один из вариантов решения проблемы. Другие обсуждаются. За круглым столом собрались представители областного правительства, общественности, руководители транспортных организаций, предприятий и школ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предложение – скорректировать маршруты, тем более, что большая их часть сформирована еще в советские времена, а город развивается и многое уже изменилось. Совместно с городом прорабатываем вопрос по маршрутам общественного транспорта городского. Это по изменению схемы движения маршрутов, по рассмотрению возможности организации беспересадочных маршрутов. Как в зимний период, так и в летний период, когда будут организованы дачные маршруты. Совещание проходило в режиме диалога. Задача – выслушать все мнения, чтобы в итоге выработать комплекс мер дополнительной социальной поддержки транспортного обслуживания инвалидов. Возможно увеличение лимита поездок, возможно можно посмотреть по поводу формирования маршрутов, например, да, или есть варианты, когда, вот нам об этом тоже говорили, когда есть сложившиеся маршруты, но там предусматривается несколько пересадок. Ведь можно, раз это маршрут, включать эти пересадки, считать их за одну поездку. Все предложения направлены в областное министерство транспорта и администрации городов, которые в ближайшее время должны принять решение, чтобы сохранить социальные значения льготного проезда для каждого человека. Олег Зверев, Василий Холдашов, События.